В администрации городского округа прошёл межрегиональный семинар-совещание «День труда». В нём приняли участие представители Комитета по труду и занятости населения Московской области, Государственной инспекции труда и других организаций. Межрегиональный семинар-совещание традиционно проходит в преддверии Всемирного дня охраны труда, отмечаемого 28 апреля. Помимо Люберец, в нём принимают участие городские округа Дзержинский, Лыткарина и Котельники. Безопасность на работе и профилактика несчастных случаев на производстве – главная тема собрания. «Всемирный день труда помогает привлечь внимание к проблемам производственного травматизма, профессиональных заболеваний и смертности на производстве. В 2017 году основной темой Всемирного дня охраны труда является оптимизация сбора и использование данных по охране труда». В России ежедневно на рабочем месте погибает 10 человек. Анализ производственного травматизма в организациях городского округа Люберцы показал, что за последние шесть лет травмы с тяжёлым и смертельным исходом получили 75 человек. 50% несчастных случаев произошло на малых предприятиях, где не соблюдались правила и нормы по охране труда. «Необученный работник, не прошедший медицинский осмотр, стажировку, не обеспеченный средствами защиты – это практический механизм незамедлительного действия вплоть до уголовной ответственности возникает для наших руководителей предприятий». Возгорание на производстве – одна из самых распространённых проблем, особенно если предприятие находится в зоне пожарного риска. Но всё же от этой беды не застрахован никто, поэтому с целью профилактики несчастных случаев сотрудники отдела пожарного надзора проводят плановые проверки. «В 2016 году проведено 179 плановых проверок и 220 внеплановых выездных проверок в отношении предприятий и организаций. В ходе проведения проверок было выявлено 1446 нарушений требований пожарной безопасности». Руководители предприятий, где выявили нарушения, привлекли к административной ответственности. Штрафные санкции грозят также тем, кто умалчивает о несчастном случае на производстве. В течение суток после происшествия владельцы организации должны сообщить об этом в Государственную инспекцию труда. В противном случае им придётся заплатить крупный денежный штраф.